Для меня не сказать, чтобы какой-то танк определённо лучше, хотя да, я больше склоняюсь к одному танку, я в конце видео скажу, что это за танк. Ну и, собственно говоря, поговорим тоже и о другом. Обсудим эти два танка, я понимаю то, что один танк средний, другой танк тяжёлый, но, знаете, те, кто играл на этих двух танках, они реально, ну, эти ребята подтвердят то, что Когда ты играешь на Лорке или на Самоа, у них огромное количество схожестей, не только внешний, так сказать, их облик, но и орудия, и другие параметры. Если обратиться к статистике, мне, кстати, нравится вот упоминать в видеоролике статистику, то у нас что Лорка, что Самоа, они практически на одном месте. На первом месте Химера, потом Сушка, Проджета, Скорпион и Лорка. То есть мы находимся на пятом месте, это по среднему урону. Средний урон у нас 1588. А на шестом месте, да, получается, самого СМ 1587, то есть разница в одну единицу. Практически средний урон у них одинаковый. Что касается процентов побед, то здесь 54.31 на Лорке, а на самого СМ 53.99. То есть процент побед немножко колебается, да, немножко прям Лорка тут на 0.32 выигрывает. Но в среднем уроне на одну единицу, мне кажется, это вообще смешно, поэтому я даже не буду сравнивать эти показатели. Ну а что касается количества боев, то здесь огромный перевес. На Лорке было сыграно 7 миллионов 600 тысяч боев, а на самого 1 миллион 600 тысяч. То есть разница в 6 миллионов боев. А стата плюс-минус одинаковая. Поэтому, ну, из статистики понятно, что почему-то Лорку любят лучше. Ну или не лучше, а больше, да, лучше нельзя так говорить. И в сегодняшнем видео мы попытаемся это разобрать. Что же у нас такого есть из орудий? Орудие у Лоррейна 100 миллиметровое, боекомплект 48 снарядов, в то время как у СМО 60, то есть 12 снарядов. Это очень много на СМО, это 2, почти 2,5 барабана. Так что учтите. Урон, что здесь, что там, 300, бронепробитие одинаковое 232. Основным снарядом, что здесь, что там, это бронебойные. А подкалиберы у нас пробивает 263. Поэтому, ребят, знаете, возить с собой, что на СМО, что на Лорке, какой-либо огромный бойкомплект, состоящий из подкалиберов, где-то процентов 60-70. Это вообще глупо, или просто играть на этом танке на фулл голде? Это очень глупо, я не встречал ни одного такого игрока. Ибо, если вы не пробиваете ББшкой в 232, то чаще всего подкалибером в 263, ну, сложновато. Окей, на СМО еще можно вблизи как-то поиграть, повыцеливать. А на Лорке чаще всего приходится играть от расстояния, поэтому на Лорке это тем более. Да, и с бронепробитием, как бы, бронепробитие на расстоянии у подкалибера теряется. Поэтому на Лорке это тем более, как бы, вообще нерационально возить. Что касается ДПМа, то здесь очень интересно. Получается, у Лорки 4 снаряда и перезарядка 36 секунд. У нас, ну, я имею в виду у СМО, 5 снарядов и перезарядка 37. То есть, 1 секунда и 1 снаряд, это очень много. Перезарядка внутри барабана 2.22 у СМО и 2.5 у Лорки. То есть, суммарно, если потом посчитать количество времени, которое потратится на разрядку этого барабана, то СМО даже выиграют, практически выиграют, хотя у него на 1 снаряд больше. Ну, и обойма, там 4 снаряда, а у СМО 5. Ну, и, как следствие, ДПМ здесь выше. Что касается точности, то здесь, я бы сказал, тоже СМО выиграют, ибо время сведения 2.4, в то время как у Лорки 2.7 и разброс на 100 метров 0.38 против 0.4. То есть, Лорка, да, выиграют в разбросе на 100 метров, но время сведения на 0.3 больше, ну, точнее, меньше у СМО. Если поставить стабилизатор, то плюс-минус еще можно как-то отыграть. Поэтому, все-таки, в плане орудия я отдаю предпочтение СМО. Оно более точное, более ДПМное. Ну, как ДПМное, для барабана я имею в виду. Его проще разряжать. У него, так как есть бронирование, его гораздо проще разряжать, ибо есть бронирование, иногда можно отбить, может быть, даже принять какие-то снаряды. Поэтому, в плане орудия, я все-таки предпочтение отдам СМО. Оно такое, ну, как бы и 5 снарядов против 4, и ДПМ выше, и точность. Поэтому, как бы, однозначно СМО побеждает. Да и у ВНы пушка вниз опускается у СМО на 10 градусов, у Лорки все-таки только на 8. Что касается брони, то тут полностью СМО опережает и везде. То есть, и в броне в башне, и в корпусе, да. Это тяж, которого даже не все восьмерки пробивают основным снарядом верхний бронелист. В башню, конечно, плюс-минус все шьется, я не хочу какие-то миллиметры там называть. Но скажу так, то, что льготы, льготы на основных снарядах практически вообще не пробивают вас верхний бронелист. Ну, даже ФЦМ, по-моему, и тот не всегда будет пробивать верхний бронелист. Поэтому учтите, учтите тот факт, что на СМО можно танковать. Что на Лорке этого сделать абсолютно нельзя. Арта фокусит, ну, как бы, я не спорю, да. И ХП на 150 меньше у Лорки. То есть, в бронировании, ну, просто полный разрыв. СМО опять одерживает победу. Поэтому здесь однозначно СМО побеждает. Я понимаю то, что у Лорки есть мобильность, с которой мы и переходим, да. Здесь удельная мощность 21 и 25 лошадиных сил на тонну. При максималке 60 вперед и 23 назад. Скорость поворота шасси 34 градуса в секунду. Шасси. На СМО, конечно, таких показателей нет. Здесь удельная мощность 12 и 5 и максималочка 37 вперед и 20 назад. То есть, это обычный такой ИС-3, да. И скорость поворота шасси 32 градуса в секунду. С одной стороны, кажется то, что, ну, да, вот у Лорки такая мобильность. Но если бы здесь мобильность была посредственная бы, то зачем тогда вообще Лорка нужна СМО абсолютно во всем выигрывает. Поэтому, конечно, да, в мобильности Лорка опережает. И поэтому, как большинство блогеров, знаете, уже какой-то такой стереотип завелся. То, что Лорка это для нагибаторов ибо мобильность и как-то играть с барабаном. А на СМО есть броня, медленные вы и, ну, барабан хороший, да. Поэтому едьте, играйте вблизи. Нет, я встречал ребят, которые, ну, не профи в нашей игре, да. Процент побед ниже 50, но стата на Лорке нормальная. Там почти 2000 урона. Это нормально, я считаю, для игрока, у которого нет 50%. Да и вообще, как бы на восьмерке иметь 2К, для меня это нормально. Если вы там супер-пупер какой-то игрок, ну, сорян. И я встречал супер-пупер ребят, которые на СМО гнут. Поэтому однозначного варианта нету. Если вы новичок, то, конечно, все-таки, наверное, ну, будет как-то проще от брони там поиграть. Ну, не сказать так, что вот, если вы новичок, на СМО будет проще. Нет, проще от того, как вы играете. Играете на мобильности или играете как-то на бронировании. Ну, вблизи больше любите потанковать там что-то или издалека пострелять, зайти. Поэтому, как бы, нету такой четкой границы новичок или опытный игрок. Нет, тут кому что зайдет. Но в плане мобильности, конечно, однозначно Лорка побеждает. Но на то это и средний танк все-таки. Что касается незаметности, то у СМО абсолютно никакой нет. Потому что тяжелый танк. Хотя, знаете, у них-то габариты там не сильно отличаются. И на Лорке, конечно, есть. Но это тоже очень плохая маскировка. Ибо танк большой. Одна масса 40 тонн. На среднем танке-то чего стоит. Ну и что касается обзора. У СМО 370, а у Лорки 380. Но так как СМО играет вблизи. Поэтому здесь еще что-то не все так и ясно. Никакая. Продолжение следует...